И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас, наконец-таки, в игре появилось новое интереснейшее обновление с добалансом устройств, вооружения определенных дронов и тому прочему. Сегодня у нас будет менее разговорный видеоролик. Сегодня я не планирую много здесь балаболить. Хотелось бы сразу начать тестить вооружение. Сегодня как минимум два вооружения мы с вами затестим. Ну а перед тем, как я вообще скажу, что мы сегодня тестим, обязательно не забывайте, ребят, ставить палец вверх на видеоролике, также писать в комментарии, какое устройство следующее вы бы хотели увидеть на тесте. Ну и сегодня у нас будут представлены два устройства. Одно устройство на рикошет, которое называется Berserk. Его очень сильно апнули, и я надеюсь, что оно будет сегодня прям люто-жёстко нагибать. И второе устройство у нас будет сегодня протещено на молот Дыхание Дракона. Это то самое устройство, с дробью которого будет танк противника подгорать. Что касаемо молота, не знаю, в каком режиме мы будем смотреть данное вооружение, но что касаемо Berserk, то здесь, безусловно, это ДМка. Да, я не снял бустер сегодня, к слову, хотел бы тоже посмотреть на его действия на карте, посмотреть, насколько он вообще эффективен сейчас, потому что, как вы знаете, на 2 секунды его эффективность уменьшена теперь, то есть 3 секунды работает в полной прокачке данный дрон. Но я думаю, что даже с ним на таком вот рикошете, я думаю, что не составит особо большого труда мне принести какие-то определённо новые фраги. Пока всё довольно-таки неплохо. 7 киллов за 2 минуты я набил. Не сказать, что у меня заканчивался баллон, это значит, что рикошет в общем и целом, значит, нагибает. Сейчас вот в таких вот ситуациях вообще у меня нет никаких проблем с баллоном. Я, грубо говоря, сливаю максимум полбаллона и при этом раскладе всё время фулл баллон у меня на данном вооружении имеется. Это, конечно, не может не радовать. Сейчас давайте используем овердрайв. Довольно-таки неплохая была ситуация для него. Не сказать, что я, конечно, его суперэффективно реализовал, но киллы свои определённо он принёс, а это значит, что мы можем продолжить сейчас здесь уничтожать противника. Единственная проблема, наверное, только что была у меня то, что не было нарки. Уже не было нарки и вот в таких моментах надо, наверное, таки задуматься о том, что есть толк поиспользовать штурмовика. Сегодня, конечно, мы его не сможем затестить, потому что я не хочу здесь делать видеоролик на минут так 30, но я думаю, что если вам зайдёт тема с тестом вооружения, я, безусловно, уделю этому максимуму внимания и много всяких интересных вооружений, которые сейчас у нас перебалансировали, да, можно так сказать, мы затестим, почекаем, я скажу вам свою точку зрения, стало оно лучше и не лучше, стоит его брать, например, если у вас его нету, либо же стоит ли на нём играть, где играть и что делать. Поэтому смотрим пока, что пока меня, если честно, рикошет довольно-таки неплохо радует. Единственная проблема, которую я прямо сейчас уже вижу на карте, это то, что резисты начинают появляться от данной пушки, это значит, что она должна уже по факту хорошо гнуть. Раньше 100% не было даже 4 резиста у нас в катке подобного типа, именно в демке от данной пушки. Сейчас в катке имеется уже 4 реза по 50, но это довольно-таки неприятно, я бы сказал, но что касаемо киллов, что касаемо баллона, то здесь прям вот всё очень грамотно, и если честно, я даже не знаю, сколько шариков в этом баллоне, но, блин, шариков 20 точно имеется, на полтора танка данного баллона должно хватать. Вот сейчас впервые заканчивается у меня баллон, потому что я просто, грубо говоря, зажал пробел и пытался раздамажить уже без разницы кого, посмотреть вообще, насколько он быстро падает, но баллон реально долго держится, реально долго держится, и мне это не может не радовать. В какой-то степени это даже, возможно, новая какая-то лютийшая имба. Правда, нужно будет, конечно же, посмотреть данное вооружение на... вернее, данную пушку на других корпусах. Возможно, стоит использовать, условно говоря, тот же Харёчек, с ним, может быть, более эффективно можно использовать данное вооружение. Возможно, стоит использовать какой-нибудь ещё другой корпус, но всё это мы в данном видеоролике, конечно же, не успеем протестить. В какой-то степени это, конечно, плохо, но такой вот викинга-рикошет, который идёт, не сказать, что сверх круто, но достойно, достойно идёт. Без особых проблем у меня получается занимать топовые позиции, если бы я ещё бы пытался бы дамажить того противника, у которого, например, мало ХП-шки, да, если бы я смотрел бы на ХП противника, то было бы, наверное, более эффективное использование данного вооружения, но так как я бью всех подряд, не выбираю особо цели, не пытаюсь кого-то подкрысить фраг, особо много киллов я с этой катки явно не выцеплю, 22 у меня за минуту до конца имеется, если до 25 я здесь доколачу, то будет довольно-таки неплохо, даже 50% резист вот сейчас довольно-таки неплохо задамажили, в общем и целом Берсерк реально меня радует, и если сравнивать все те устройства, которые имеются на данную пушку, это явно то устройство, которое имеет сейчас более превосходное, наверное, существование на данной пушке, потому что, ну, по сути, на рикошет у нас не было какой-то жёсткой там имбы, да, если вы знаете, когда только-только вышли устройства, я уже тестил данный Берсерк, но с уверенностью 100% я вам могу сказать то, что тогда данное устройство, ну, не столь круто игралось, и не столь круто на нём можно было нагибать, да, баллон заканчивался намного-таки быстрее, сейчас баллон вообще, по сути, держится, и тех моментов, когда у вас заканчивается баллон, и вы пытаетесь просто там в секунду по одному шарику раздавать по противнику, намного-намного меньше, это значит, что эффективность данного вооружения намного-таки-намного-таки больше. 25 киллов, как я и сказал, если получится набить данное количество за данную катку, то это будет довольно-таки круто, ну и смотрите, по количеству резистов тоже здесь довольно-таки, большие цифры, уже полкарты имеет резисты трикошета, значит, эта пушка реально сейчас гнёт, реально пробуйте, тестируйте, что касаемо других режимов, я пока вам сказать не могу, но, что касаемо ДМки, да, хорошо, достойно, 25 киллов за 7 минут, за одну полную ДМочку, довольно неплохо, довольно неплохо. Давайте сразу переместимся на другое вооружение, я уже всё подготовил, открыл, вернее, не открыл, надел. Дыхание дракона на молот, давайте посмотрим на него, посмотрим, насколько круто на нём можно будет вообще заиграть, занагибать, возможно, было бы неплохо сейчас запикаться в какую-нибудь ЦПшку, но ладно, ЦТФка тоже, в принципе, неплохо, небольшая карта, главное помнить то, что на данной пушке сейчас разброс большой, поэтому стоит довольно-таки близко подъезжать к противнику, дабы вы могли наносить большой урон, нифига себе, по 300 хп, по 300 хп, а что с бустером? Интересно мне знать, что было бы с бустером, с бустером было бы, наверное, вообще всё достойно, только он у меня не реализовался, так как можно было его бы здесь реализовать. Разброс большой? Да, это явно, но если сравнивать данный разброс с, условно говоря, другим устройством на данную пушку, то я бы сказал, что не так уж печально всё здесь обстоит, ну, примерно такая вот дистанция должна быть, дабы выдать максимальный урон на данной пушке, но не скажу, что прям люто как-то нагибает, да, возможно, чуть-чуть больше подгорания у данной пушки имеется, но что-то как-то не особо, не особо она гнёт, да, возможно, я не особо подобрал правильный режим боя и вооружение под, ну, имею в виду корпус, да, потому что, может быть, его было бы неплохо использовать с харьком, сейчас мы, к слову, наверное, таки переоденемся после овердрайва, или же нет, либо можно было бы и сейчас переодеться, потому что я понимаю, что Викинг явно здесь не подходит, при том раскладе то, что у меня ещё и команда какая-то сверхнагибаторская, особо люто, жёстко не гнёт, давайте тогда мы переоденемся на харька, давайте попробуем взять, наверное, штурмовика, штурмовика, главное, чтобы сейчас наша команда не особо сильно проигрывала данную катку, ни фига себе, вот это прикол, обожаю я данную игру, когда тебе не проходит урон от противника, но ты отправляешься в минус, да, такие вот баги у нас бывают в игре, и, если честно, это очень печальная тема, но, как ни странно, она всё чаще и чаще у нас появляется в игре, давайте попробуем сейчас переместиться на левый фланг, опять подрежает сквозь меня корпус, не знаю, насколько это было бы эффективно, если бы данный танк уезжал бы с флагом и игнорил бы противника, но то, что он сейчас меня заигнорил, меня, если честно, больше расстроило, нежели порадовало. Опять, данный нагибаторский магнум меня просто респит, ну, а я понимаю всё больше то, что устройство как было никчёмным, так оно и осталось не таким уж нагибаторским, но, в общем и целом, да, есть плюс в том, что горение стало вместо, получается, скольки? 0,02%, да, там было сказано, до 0,03%, то есть в полтора раза больше стал именно-таки урон от горения, но, в общем и целом, я могу с уверенностью сказать, что данного количества будет мало, будет мало для того, чтобы эффективно нагибать на данном вооружении, и, как вы видите, спустя 3 минуты на данной карте я набил 40 опыта, 40 опыта, ну, это прям ультра мало, и попробовать сейчас хотя бы реализовать один овердрайв было бы неплохо, но, как вы видите, команда мне пока не особо помогает, ни в атаке, ни в дефе, ничего не могут сделать, ни задефать, ни заатаковать, как-то нагибаторски, ну, и разброс, конечно, данных дробей тоже довольно-таки сильный, сейчас Хантер попытается вывести флаг, возможно, будет шанс на возврат и на реализацию моего овердрайва, было бы неплохо сейчас заехать под ДАшкой, так, под ДАшкой, и сейчас можно было бы там уже прожать овердрайв, прожать ДДшку, и попробовать немножко пораскидывать урона, я думаю, что должно получаться что-то интересное, давайте дождемся ДДшки, урон пока по мне сильный не прилетает, ну, и мы давайте попробуем пораскидывать немножко, хотя особо у меня, если честно, сильного тут ничего не получилось, перезарядка, к слову, тоже довольно-таки быстрая, блин, сейчас очень печально, что Магнум по мне попал, перезарядка довольно-таки быстрая, да, но все равно, как по мне, это не то устройство, которое нужно использовать на данной пушке, и если сейчас бы у нас каточка бы не закончилась, то я бы хотел бы протестировать протестировать то самое устройство, на котором мне раньше было настолько кайфово играть, это, конечно же, слагерь, и давайте сейчас, ну, буквально каких-нибудь 2-3 минутки уделим времени данному устройству, долго мы затягивать, конечно, не будем, но хотелось бы вообще посмотреть, насколько эффективно данное устройство сейчас у нас в игре, потому что ей явно прибавили поворот башни, да, башни заметно, заметно намного быстрее крутится, даже мне кажется, что чуть-чуть медленнее, чем любая другая пушка с поворотом башни, и это, конечно, не может не радовать, потому что все ваши дроби будут лететь четко в цель, а это значит, что эффективность будет куда выше того же дыхания дракона, ну и, как по мне, это одно из самых скиллозависимых устройств на данную пушку, то есть с ним вы можете реально показать свой скилл игры на данном вооружении, вы сможете научиться чему-то новому, это не дуплет, с которым, ну, по сути, не надо ничего уметь, вы просто там подъехали к противнику, два выстрела выдали и все, на этом все закончилось, вот как сейчас, например, сделал данный персонаж с приваренной башней, и который, по сути, наверное, играет вообще с какого-нибудь телефона. Вот так вот дела у нас как-то обстоят, ну, а сейчас я вам могу сказать, что, блин, ну, с таким большим даже расстоянием наносится максимальное количество урона, это очень круто, это очень круто, при том, что еще и карта выпала большая, вот он урон, вот он урон, вот оно, а не дыхание дракона, которое нифига не нагибало, вот устройство, на котором надо играть, вот оно, я уж думал, что не найду его на эту пушечку, и я думаю, что сегодня даже на стриме можно будет обкатать на данном вооружении, посмотреть, насколько круто оно будет эффективно в разных режимах, как вы знаете, что в последнее время, ну, кто смотрит стримы, что я играю довольно-таки продолжительное время на харьке, а это значит, что спокойнейшим образом, вот сейчас только на бомбу бы не попасть, отлично отъехал, да, и перезарядка довольно-таки быстрая, вообще достойное устройство, мне нравится, мне нравится, хорошо, урона много, ваншот будет? Да, даже ваншот есть, нифига себе, ваншотит харька с овердрайвом, вот эта тема, вот эта тема, вот это я понимаю, вот это устройство, вот это устройство, которое показывает всю мощь пушки, а не дыхание дракона, которое, блин, нужно использовать в упоре, еще и горение, которое дает только 300 урона, ну что это вообще, ну это смех какой-то, 300 урона, кому нужны ваши 300 урона? Да, конечно, печально, что у нас понерфили бустер, с которым можно было бы с данным устройством выдать два выстрела по противнику, сейчас явно это будет максимум один выстрел, хотя можно было бы, наверное, и протестировать, как оно работает с бустером, но, что-то мне кажется, что там максимально будет один выстрел, а вот, что касаемо данного устройства с штурмовиком, да, нарка постоянно имеется, и киллы хорошо идут, вообще достойная тема, еще и на харьке вообще, просто люто, просто люто, мне нравится, мне серьезно, ребят, нравится то, что пушка начинает оживать, начинает становиться той самой пушкой, на которой хочется играть, а не той пушкой, с которой хочется просто быстро выйти и не играть на ней, потому что, ну, нет ничего интересного, ну, с дуплетом, ну, поверьте мне, когда ты играешь с дуплетом, когда вот такой вот Баби-3-семерки с приваренной башней может спокойнейшим образом набивать большое количество опыта, при этом, не показывая вообще никакого уровня игры, а просто нажимая пробел и нанося урон в этот тайминг, сколько там получается, две, две с копейками тысяч, ну, это печально. А я вот могу спокойнейшим образом сейчас с данным устройством, катая по респу противника, с хорошей поворотливостью данной башни, нагибать противника 300 опыта на пустыне, это довольно-таки круто, я сказал, что я сыграю на данном устройстве две-три минутки и выйду с катки, и мы на этом закончим, но катка уже подходит к концу, и при том, что это досрочка, не знаю, насколько грамотно сейчас играет противник, но я могу с точностью сказать, что данное устройство опять ожило, и меня это не может не радовать, и я думаю, что мы наконец-таки, наконец-таки начнем играть на нашем молоте спустя более двух, может даже трех месяцев, потому что с дуплетом я вообще не играл, еще и 61 уровень челленджа поднимаем, мне очень нравится, так что из сегодняшнего видеоролика мы можем понять то, что и берсерк на рикошет, это то самое устройство, которое при уничтожении противника дает вам фул баллон, возвращает его, что слагер с супер поворотливой башней сейчас будет более эффективен в любом режиме, в любом бою, вот такой вот видеоролик у нас получился, если вам, ребята, понравилось, то обязательно не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые ролики, ну а с вами был мистер Ванька, всем спасибо, пока.